Всем привет, с вами ОМЗАП, меня зовут Павел. Сегодня видеоролик для всех владельцев внедорожников и автомобилей, оборудованных полным приводом. Сегодня поговорим о профилактике полного привода. Так как грядет у нас зима и гололед, и полный привод будет актуален, расскажем, что, какие действия надо проводить, к чему это может привести. В общем, поехали! зовут Анатолий и меня. Сегодня мы будем обслуживать полный привод. На авто у нас Сантафе полноприводное, то есть мы будем снимать угловой редуктор. Сейчас, в принципе, покажем и расскажем, что нужно для этого сделать. Начнем мы с колеса. Колесо у нас переднее правое, чтобы снять шрус. Он у нас идет с промывалом, мы сейчас покажем. Начнем. Так, отворачиваем шрус. Главное, чтобы он пошел у нас. Шар опору от рычага. На одном болту, двух гайках крепится. Пошел, отлично. Так, сейчас открутим кардан от углового редуктора. Кардан у нас к угловому редуктору крепится на четырех болтах. Снимаем защиту. Вот, снялись защиту. Вот он наш угловой редуктор. Вот сейчас мы будем снимать и обслуживать шлицевую часть между угловым редуктором, чашкой дифференциала и промывалом. Так, вот он шрус. Шлицевая часть нередко закисает, тоже довольно проблемное место. Надо будет почистить и обработать температурной смазкой. Тут установлена дополнительная подушка на промывал. Сейчас вытаскиваем промывал полностью. Вот мы видим, здесь имеется ржавчина. С ней мы сейчас будем бороться. Промывал вылез довольно легко, что из ступицы, так и из редуктора углового. Большей части это происходит гораздо сложнее. У вас плохая защита картера, допустим, и вы съехали с дороги, то есть с асфальта. Больное место как раз-то сальник на угловом редукторе здесь. Там пыльник и сальник. Как только туда попала какая-то мусор, траву намотала и что-то еще. То есть вода, вся влага попадает в сам угловой редуктор вовнутрь. И начинается проблема. Угловой редуктор. У нас выработка шлицов происходит как на чашке дифференциала, так и на угловом редукторе. На данный момент здесь, на этом, все отлично. А если запускать, то разбивает здесь. Валов, как мы уже не раз сталкивались, отдельно нет, запчастей нет. Поэтому если слизывать шлицы, то готовьтесь к замене. У нас особо в целом даже смазка осталась еще заводская. У нас появилась только ржавчина и выработка вот уже на самой чашке дифференциала. А промвал уже заходит в сам дифференциал дальше. Выработка есть, но не критичная. Если сейчас вот отсюда посмотреть, то четко видно наш износ, как он пошел на чашке дифференциала. То есть вот у нас уже шлицы выработаны и в конце видно, какой он был изначально. Здесь есть маленькая резиночка на угловом редукторе. Не теряйте. Если даже при снятии нередкость она рвется, ничего страшного. Можно использовать герметик. На месте стыка как раз-то вот самую у нас получается углового редуктора и коробки. Важный момент. Сейчас мы шлицевую часть, место, где прикасается у нас коробка с угловым редуктором, забьем смазкой. Литолы, какие-то дешевые смазки не советую использовать по той простой причине, что когда нагревается угловой редуктор, она превращается практически в масло и вытекает. Очень часто приезжают люди, которые просто используют дешевую смазку и жалуются, что потом течь. Думают, что это масло, меняют сальники и так далее, но нет. Использовать нужно, допустим, для карданную смазку синенькую. Она довольно устойчива к температурам. Принесли мы смазку температурную как на угловой редуктор, так и на чашку диверфициал. Для чего мы это делаем? Это как бы такая доработка, что ли. Проблема на самом деле в сальнике промвала, который неустойчив к влаге, песку. Вот здесь он находится. Вот этот защитный пыльничек металлический, внутри стоит уже сальничек. Он неустойчив и даже при установке нового все равно будет продолжаться то же самое. Мы наносим смазку, то есть большим объемом, чтобы при попадании воды, влаги или конденсата у нас не происходило. Я говорю, вот опять же с колечком. Если колечко вдруг рвется, необходимо поставить на какой-то устойчивый герметик. Чтобы обязательно здесь не попадало ничего. Так, здесь точно так же. По поводу смазки. Я же говорю, старайтесь брать более качественную. Она там стоит в районе где-то 500-600 рублей. Но опять же в зависимости от марки. Бывает и до 900 доходит стоимость. Но обычный литол нежелательно использовать. Так, что у нас все готово. Мы подготовили промвал. Промвал, одну сторону мы шлицевую, которая заходит в дифференциал, обработали также температурной смазкой. То есть взяли синенькую. Это чаще используется для карданных валов подвесных. А наружную часть, шурус, мы уже медной температурной смазкой обработали. И также обработали ступицу и тормозной диск. То есть вот у нас полностью. Так, ну все у нас готово. Сейчас начнем сборку в обратном порядке. Смотрите, угловой редуктор мы вставили. На некоторых машинах, допустим, как Sorento, Santa Fe, в зависимости от года, угловой редуктор снимается по-разному. То есть подрамник у нас бывает цельный и бывает короткий. То есть иногда нужно прибегнуть к помощи человека, чтобы оттолкнуть монтировочкой и даже приподнять немножко стоечкой. Многовато даже смазки, что теперь промвал даже не доходит до конца чуть-чуть. Все. Да. Ну и так как там внутри большой объем, то есть промвал, заходим, он вытесняет ее. Для этого необходимы усилия. Большое. Так, ну все. Мы закончили. Проверили места соединений. Чтобы ничего не забыть. Сейчас устанавливаем защиту. Колесо. И, в принципе, будет все. Закончим наше видео. Нашу тему сегодня. Тема у нас была такая. Мы обслуживаем полный привод кроссовера. Не важно, это Спортедж, АИК-35, Санта-Фе или Соренто. Абсолютно не важно. У всех практически одно и то же. То есть один и тот же угловой редуктор, та же чашка дифференциала. У всех делается одно и то же. Есть вот ряд нюансов, по которым у нас необходимо обслуживать. Проблемы у нас сталкиваются. То есть промвал у нас со ступицей плохо вылазит. Сам промвал из коробки вылазит. И раздатка. Но вот на данном видео у нас все очень легко, хорошо снимается. Так, мы заливаем масло. Миш, ты, наверное, еще не в курсе, но у нас на складе появилось новое трансмиссионное масло. GM оригинальное, скорее, вязкость 75 на 85. GL4 отлично подойдет для нашего автомобиля. И цена всего 350 рублей за литр. Ничего себе. Всего сколько ты говоришь? 350 рублей. 350 рублей. Ну да, вообще подходит четко для этой машины. 75-85 GM. Кстати, к GM я давно слышал, что хорошее масло. Давайте его и зальем, конечно же. Так, мы закончили ремонт. Я так думаю, Анатолий все одноглядно показал, рассказал. В каком состоянии находишь лицевая, чем это чревато, для чего необходимо проведение. Со своей стороны, могу сказать, что данная услуга стоит 3,5 тысячи. В принципе, не такие большие деньги для понимания каждого владельца, в каком состоянии находится его шлицевая часть. Чем это грозит? Естественно, смотрите на нашем канале, есть куча роликов, как меняется корпус чашки дифференциала, к чему приводят и прочее. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментарии. Всем пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok